Программа «В контексте» Программа «В контексте» На этих выходных, собственно, они и прошли. Мы являемся участниками. Нам рассказывали очень интересные моменты. Очень образовательная программа. Скажем так, рассказывали про налоги, про то, как составлять бизнес-план. В общем-то, очень много интересного. Ну, в общем, о том, как качественно стать предпринимателем, добиться успеха в будущем. Это если кратко, наверное. Да, то есть, именно занятия были направлены на практический курс. Если на форуме нам какие-то общие моменты освещали, действующие предприниматели говорили о камнях преткновения своего бизнеса, приводили примеры. То есть, это были какие-то яркие такие показательные моменты. А здесь уже была именно практика. То есть, как конкретно по этапу, например, составлять бизнес-план, с чего начинать, какую систему налогообложения лучше выбрать для своего бизнеса. То есть, для каждой сферы необходимо выбрать свою налоговую базу. То есть, вот такие моменты. Финансовый, бухгалтерский учет тоже был в разрезе уже конкретики на практике, применяемой которыми. Ну, как правило, из таких конференций не вся информация впитывается, а, наверное, та часть, которая наиболее важна для каждого из вас. Ну, вот вы для себя, Светлана, какую извлекли вы году, скажем так? Ну, я скажу так, что я, во-первых, в восторге от всего этого форума. То есть, что, что было на предыдущих выходных и на вот этих выходных. Ну, я извлекла... Во-первых, первое, что я получила от форума, это мощный заряд энергии. Мотивация колоссальная. Просто смотришь на действующих предпринимателей. Вот был Семен Кибала, был Александр Рагулин. Они такие вещи говорили и так просто вдохновляли всю аудиторию. Все улыбались, глаза сияли, все горели уже прямо вот сейчас выйти из зала и начать свое дело. Вот. Конечно, были очень много интересных моментов, связанных с тем, как себя позиционировать, как быть лучшим, про маркетинг и как стать лучшим, рассказывала Елена Полякова на форуме. Какие-то вот моменты с налоговым обложением тоже очень были интересны. Я, допустим, не знала, что нужно в первую очередь начать с налогов. Мне казалось, вот, сначала идея, потом этапы, а после этого уже как бы о налогах подумаем в конце. Ну, вот специалист по налогам Оксана Лангольф говорила, что все-таки лучше начать с налогов. Ну, я так понимаю, бизнес-план, в котором все это происходит. Ну, то есть сначала нужно понять, какая у тебя сфера деятельности и все-таки какую налоговую базу выбрать. То есть сначала предварительно посчитать, не будете ли вы в убытке, если вы выберете ту или иную налоговую базу. Ну, нюансов вообще в предпринимательстве очень много, да. Действительно нужно найти какую-то свою нишу. Ксения, какие вы сделали выводы и что интересного извлекли для себя? На самом деле для меня этот форум и тренинги очень невероятно важны, так как задумываться о собственном бизнесе, о деле своей жизни я начала довольно давно. Но как реализовать и что делать, какие шаги делать, я абсолютно не знала. И это программа, которая помогла мне понять, как шаг за шагом сделать то, чего ты хочешь. И я хочу очень поблагодарить Управление по делам молодежи за предоставленную возможность, так как те вопросы, которые были лично у меня, я на все эти вопросы получила ответы. Я узнала, как открыть собственный бизнес, что нужно делать, чтобы свое хобби превратить в профессию. Я считаю, что это очень важно. Ну, здесь важно, я так понимаю, все-таки соблюдать последовательность, шаг за шагом, которые должны быть определенные, четкие шаги, то есть не уходить ни влево, ни вправо, да? Конечно, да, очень важно. Знать эту последовательность. И самое главное — это действовать, потому что если только думать об этом, то ничего не получится. А на самом деле, когда ты видишь предпринимателей, которые уже добились определенных успехов, определенных результатов, и ты видишь, как у них горят глаза, как они любят то, что ты делаешь, ты тоже заряжаешься этим позитивом, энергией, и ты понимаешь, что ты двигаешься в нужном направлении, что ты делаешь то, что нужно. Ну, все же, когда мы смотрим какие-то мотивационные, скажем, ролики или вот присутствуем на таких конференциях, желание поднимается, загорается, но может потом загаснуть. То есть для того, чтобы этого не было, нужно действительно к этому стремиться и не забывать все, что вам кто-то рассказывает. Алексей, какие выводы вы сделали для себя? Да, важно, действительно, как сказала Ксения, именно действовать. В Севастополе очень много ниш, незанятых, скажем так, можно вдаться в любую область. И, по сути, даже не важно, чем ты будешь заниматься, главное, чтобы это тебе нравилось. А там, если ты будешь делать свой продукт качественно, рано или поздно это принесет свои плоды. Для себя я много нового узнал. Пока что я только в поиске идеи, чем я хотел бы заняться, скажем так, изучаю систему изнутри. А впоследствии планирую набраться опыта и стартануть. Насколько я знаю, все говорят, что идея обязательно должна быть нравиться, быть либо хобби, либо любимым делом. Тогда это приведет к успеху. Да, нужно фактически жить этим. Желательно быть экспертом в своей области. Я хотела сказать, Ксения говорила, что вы спросили вправо, влево и никуда больше. На самом деле бизнес – это такая вещь, ты вступаешь, и нет такого, что ты из точки А приходишь в точку Б. То есть твой путь, он тернист, он весь извилистый, как сумасшедший график, определяющий динамику с резкими скачками. Ты можешь идти, казалось бы, в другом направлении, но в итоге ты должен в конечном итоге прийти к точке Б. В любом случае не надо бояться неудач, потому что они могут быть, и из них просто нужно правильно выходить. Спикеры на форуме говорили, что вот они прогорели, может быть, 5-10 раз, прежде чем они нашли то, чем они хотят заниматься, и то, что им приносит доход сейчас. То есть и Александр Рагулин, и Семен Кибала, и Елена Полякова все говорили, утверждали, что да, они не раз прогорели, прежде чем прийти к своему успеху, к своему результату. И при этом они использовали все время разные идеи, да? Ну да, то есть не в одном каком-то, да, то есть, например, даже, кстати, на форум открывал Олег Николаев, он говорил, что начинал свою деятельность с продажи рыбок, то есть, а сейчас у него там продуктовый бизнес и много всего другого. Ну да, к таким вещам действительно нужно стремиться. Светлана, у вас есть какие-то уже предпочтения, чем хотите заниматься, возможно, уже идеи какие-то? Ну да, я просто вот давно уже очень, меня привлекает ивент-сфера, то есть, организация мероприятий, может быть, даже само проведение этих мероприятий в качестве ведущего или в качестве организатора, сценариста, что-то в этом роде. То есть, мне хочется проявить себя и развивать свой потенциал именно в направлении ведущего. Ведущего, это может быть ведущий всего и вся. Ну как вы видите? Нет, нет таких ограничений. Ну как я вижу, сначала я вижу это, то есть, не создание какого-то, например, ивент-агентства, да, а развитие себя и суметь подать себя и продать на рынке услуг, на рынке труда, можно так сказать. Только не работая при этом на дядю, а на себя, то есть. Ну то есть, вы, грубо говоря, хотите использовать свой талант, который вы хотите наработать, да? Зачем мне придумать новый продукт, если я являюсь продуктом? Ну, в перспективе, в целом, бизнес и предпринимательство должно развиваться, значит, дальше будете, наверное, привлекать... Перспектива, конечно, да. То есть, если я, например, работаю в узкой сфере и только ведущий, то я буду занимать лишь малую часть, малую долю рынка. Естественно, если я хочу привлекать клиентов и хочу, чтобы они были постоянными, естественно, я буду развиваться и комплексно обслуживать клиента. То есть, не только предоставляю услуги ведущего, но и организовываю мероприятия, нахожу оборудование, к примеру, ищу каких-то артистов и так далее и тому подобное. То есть, комплексное обслуживание ивент-мероприятий. Сейчас часто говорят о том, что сфера услуг очень прибыльна на самом деле. Не просто перепродажа, допустим, какой-то продукции, а именно сфера услуг, оказание какой-то помощи, тренингов, передач, скажем так, и услуг развлекательного плана. Ксения, насколько я знаю, вот у вас уже есть продукция, которую вы хотите реализовывать. Это ваш проект, ваша задача на будущее. Расскажите о ней. На самом деле, идея создания бизнеса возникла давно, и я планировала открыть свое дело в мае. Но так как я посетила мероприятие «Ты предприниматель» программу и являюсь участником тренингов, то я подумала, почему же оттягивать к лету, если можно уже сегодня начать что-то делать. И я решила, что обязательно нужно начинать не через месяц, не через два, не через год, а вот сегодня. Потому что на сегодняшний день есть возможность. И мне очень захотелось сделать сувенирную продукцию. Это в основном керамические тарелки, чашки, это магниты, фотокамни будут. И сделать именно с крымской тематикой. На сегодняшний день существует огромная проблема, что у нас на рынке около 90% сувенирной продукции привозят из Китая уже с эскизами. В основном это фотографии и очень маленький ассортимент. Но так как я художник, я решила, что я это делать могу, мне это очень интересно. Я свою работу безумно люблю, и почему бы мне этим не заняться. И мы сделали первые варианты сувенирной продукции. Это вот и Херсонес, панорамы Херсонес и панорамы Крыма. Также новогодние подарки с изображением символа года 2017 года с петухом огненным. И я решила, что уже нужно начинать делать, показывать себя. На самом деле вот сувенирная продукция была изготовлена только вчера, первые экземпляры. И я очень рада тому, что вот самый сложный шаг, первый шаг, он уже сделан. То есть страх, он остался уже позади, и хочется делать еще больше, и показывать себя, показывать то, что мы умеем делать. И предлагать и севастопольцам, и туристам, которые посещают наш город, именно нашу крымскую сувенирную продукцию. Ну да, действительно, первый шаг самый сложный, перебороть этот страх, перебороть сомнения какие-то. Если это уже сделано, это уже очень хорошо. А что касается вот иллюстрации, очень красиво, и даже видно, что на Херсонесе есть снег. Но будем надеяться, он и в Севастополе будет, потому что у нас это явление не такое частое. Но в принципе добавляет новогодние атмосферы. Как вы считаете, по предпринимательству в целом, в Севастополе, вот многие говорят, что предприниматели давят, не дают им нормально развиваться. Я так понимаю, вас это никак не останавливает. Мы не собираемся останавливаться. Да, мы не собираемся останавливаться, и я считаю, что человек, который хочет найти возможность, он ее найдет. И когда я начинала, мне тоже было очень страшно, безумно страшно. Но когда ты начинаешь рассказывать о том, что ты хочешь сделать, какие у тебя планы, ты понимаешь, что люди, предприниматели, которые ведут тренинги у нас, очень тепло относятся практически ко всем идеям, дают очень ценные советы, невероятно. И ты понимаешь, что у них все так страшно. И люди идут на уступки и предлагают свои услуги. Ну, какую-то помощь, да, возможно, даже финансовую. Вот, кстати, насчет финансовой помощи. Это же тоже такой камень преткновения, который останавливает, наверное, большую часть населения, да? Что вроде как нету средств для того, чтобы начать свое дело. Как с этим бороться? На самом деле, вот спикеры на форумах, да, многие из которых, скорее почти все, начинали просто с нулем в кармане. То есть ничего при этом не имея. Например, Александр Рагулин рассказывал, что он просто перепродавал фанеры. То есть вот был склад фанер, к нему приходил заказ, он просто был посредником. Он заказывал эту фанеру и просто брал чисто вот эту вот маржу, вот эту разницу. И все. То есть он просто, не имея ни копейки в кошельке, да, он сумел взять такое дело. Ну, конечно, прогорел, но это была первая его такая вот затея. Ну, на этом не остановился. То есть реально можно с нуля найти или, по крайней мере, попробовать, попытаться создать действительно хороший проект, суметь его представить и, возможно, привлечь какие-то средства со стороны. Например, это инвесторы, может быть, попытаться взять кредит просто для малого бизнеса, для предпринимателей вроде бы как есть какие-то послабления по поводу кредитования. То есть можно так попытаться. То есть главное не бояться, и самое важное, что еще я вынесла, нежелательно стараться не вкладывать собственные средства, свои, особенно не закладывать имущество под бизнес. То есть как-то быть осторожным. Успехов вам в вашей работе, пусть у вас все получится, желаю вам искренне, чтобы у вас все получилось. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...